МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси у нас, значит, народная революция, как ее называют, по крайней мере, наши иностранные партнеры. В Европе, несмотря на массовые протесты, это, значит, беспорядки. И, как сказано было главой правящей партии Польши, чуть ли не война против государства. Ну а в США, получается, и вовсе демократический процесс, вот некий такой. По крайней мере, Демпартия считает все происходящее мирными протестами. С чем мы на самом деле имеем дело, извините, вот за такую тавтологию? Сергей Михайлович, с вашей точки зрения. Прежде всего, наверное, стоит сказать, что у нас сейчас принято злоупотреблять понятием революция и использовать его прежде всего в негативном контексте. Если говорить о ситуации в Беларуси, то, проводя параллели с другими так называемыми цветными революциями, и здесь очень важно не забывать кавычки, то следует сказать, что с точки зрения классического марксистского подхода, теория революции развивалась в течение второй половины XIX и XX веке, прежде всего, не только, но прежде всего именно в рамках марксизма, никакими революциями происходящее не является. А чем же это тогда является? Речь идет о формах, по сути дела, клановой борьбы, в которой вовлекаются с помощью пропаганды и в том числе с помощью манипулятивных технологий сравнительно большие массы населения. Критерии революции, социальной революции по Марксу и не только, это решение прежде всего двух вопросов. Власти, вопрос о власти и вопрос о собственности. Соответственно, вопрос о том, какой класс, какая большая группа людей, обладающая собственностью на средства производства, будет власть и собственность иметь. В случае революции в России, например, что февральской, что октябрьской, ситуация изменилась. Соотношение классовых сил изменилось принципиально, и те, кто находился у власти, те, кто находился с собственностью в руках, изменились. В случае событий на Украине, так называемого Майдана 2014 года, мы видим обратную ситуацию. Кланы изменились, но принципиально социально-экономическая характеристика украинского общества не поменялась никак. Сергей Михайлович, уточняющий вопрос, вы упомянули, что теория революции развивалась в рамках марксизма. А в рамках какого-нибудь еще направления она развивалась или только марксизма? Нет, конечно же не только. Разумеется, были концепции революции не марксистские. Другое дело, что именно марксизм, я здесь как нераскаянный марксист, наверное, могу тянуть несколько одеяла на себя, но позволю себе это все-таки сделать. Дело в том, что в немарксистских концепциях, в частности у функционалистов, во главе которых стоял Толкал Парсенс, одна из ведущих школ в американской социологии и социальной философии, революция воспринималась как некое чрезвычайное изменение существующего порядка, которое, исходя из самого этого порядка, объяснить крайне сложно. То есть нечто внешнее, которое объективными причинами, по сути дела, не порождается. И если мы говорим о современной России и попытках научной интерпретации событий революции в современности, то мы очень часто видим подобные же попытки, когда революция 1917 года воспринимается и описывается как либо с точки зрения теории заговора, либо как, опять-таки, какая-то волюнтаристская схема, которая изменила объективный порядок вещей в стране, что историческим фактам не соответствует. Также теория революции развивалась в рамках теории модернизации, затем теории постмодернистского общества, когда революции описывались как следствие, по сути дела, технического прогресса и индустриализации. Но попытка, прошу прощения за терминологию, доказать технический детерминизм, то есть согласно которому изменения в обществе происходят прежде всего благодаря изменениям в технике, они довольно странные, потому что тогда непонятно, почему техника изменяется. Спасибо огромное за вот этот экскурс, потому что теперь мы имеем, по крайней мере, представление о понятийном и аппарате, и об инструментарии анализа. Это крайне важно на самом деле. Владимир Леонидович, вот в ситуации в Европе, в США, с чем мы все-таки имеем дело? Может быть, это внешнее как раз вмешательство или это социально-экономические процессы? Что это? Ну, прежде всего, хочу подчеркнуть, что полностью согласен с коллегой, и, конечно, не стоит абсолютно цветные революции сравнивать с социальными, политическими революциями прошлого. Это технология. Это технология государственного переворота или, во всяком случае, давления на власть, что мы видим на протяжении достаточно длительного периода времени, по крайней мере, 20 последних лет, начиная с так называемой бульдозерной революции в Югославии в 2000 году и вот вплоть до современных событий в Беларуси. Что касается Европы и Соединенных Штатов, здесь ситуация не настолько односторонняя, она достаточно сложная. Необходимо помнить о том, что если вести речь о Франции, то, соответственно, есть традиции, и эти традиции уходят не только в Великую французскую революцию, в столетие революции XIX века, и Парижскую коммуну, но и в 1968, например. А то, что касается современных реалий французских, то, по большому счету, мы видим достаточно серьезную реакцию на социальные изменения, которые происходят во Франции. Эти изменения чрезвычайные. Фактически, французское государство, особенно при нынешнем президенте Макроне и Мануэли Макроне, активно наступает на права трудящихся в широком смысле этого слова. И те изменения, которые произошли в трудовом законодательстве, в разного рода других нормативных актах, они, собственно, являются основой, базисом глубинных процессов, которые происходят во Франции. Итак, во Франции это достаточно серьезные процессы, которые не касаются исключительно желтых жилетов, они касаются серьезного кризиса государственных основ, кризиса социального государства, на которое накладывается ряд других обстоятельств, в том числе экономический кризис во Франции, в том числе миграционный кризис. Все это сполетается в очень серьезный и мощный клубок противоречий, которые являются основой современного французского политического процесса. Вот сейчас в Италии протестующие кричат, что антиковидные меры лишили их средств для существования. Ну, то есть это экономический фактор, это социальный фактор, то есть мы имеем дело с социальной революцией сейчас в Европе? Нет, конечно, пока еще рано об этом говорить. Давайте будем анализировать ситуацию. Вы очень вовремя сказали про ковид и про антиковидные восстания, выступления, которые сейчас имеют место в самых разных странах. Вы знаете, коронавирус и все, что связано с ним, чрезвычайно обострили ситуацию в обществе, и те противоречия разного рода, противоречия, которые существуют в политической сфере, социальной, межэтнической, межконфессиональной, они усиливаются вот теми обстоятельствами, чрезвычайными обстоятельствами, которые существуют сейчас. Поэтому вне зависимости от объективных и субъективных причин, которые имеют место в разных странах, а я считаю, что во Франции они самые что ни на есть объективные, а в странах, где происходят цветные революции, это скорее субъективные причины, это попытка переворота, организованного извне. Вне зависимости от этого, вот эта чрезвычайная ситуация, она усиливает все процессы, протестные процессы, которые идут практически в десятках стран мира. Сергей Михайлович, а есть какой-то простой рецепт для наших телезрителей, для меня, как отличить революцию социальную, вот классическую из 20 века, от чего-то инспирированного, технологически сформированного и притворяющегося революцией? На самом деле, одна из главных особенностей, если можно так выразиться, настоящих революций заключается в том, что они ставят под вопрос весь существующий социально-экономический порядок. То есть речь идет о принципиальных изменениях, не об изменениях персонали. Потому что, например, это разного рода явления, но тем не менее, борьба против привилегий в период перестройки, которую возглавил Борис Николаевич Ельцин против привилегий и номенклатуры, это пропагандистское клише. Об изменении принципиального порядка вещей речь не шла. Речь не шла о том, что мы привилегии и номенклатуры победим, и через некоторое время все станет хорошо. В случае с оранжевыми революциями или цветными революциями логика идет такая же. Вот есть плохое коррумпированное правительство, вот сейчас мы его уберем, поставим новых, честных, свежих людей, и все немедленно, чудесным образом изменится. В случае с революциями настоящими, причем они не обязательно должны нами оцениваться в позитивном ключе. Есть революция в России, есть тоже совершенно настоящая исламская революция в Иране 1979 года. Но эти революции были действительно социальными, и они, как я уже сказал, принципиально меняли социальную и экономическую картину жизни общества. А в случае событий в Белоруссии, например, вот мы можем посмотреть, часто говорят, вот на программу оппозиционеров можно не смотреть, она не имеет значения, а на что тогда смотреть? Если программа не имеет значения, а программа подразумевает что? Тотальную приватизацию, да, и попытка наступить на те же самые грабли, на которые наступила большая часть Восточной Европы, постсоветского пространства, еще в 90-е годы, чего Белоруссия избежала. При этом, кстати говоря, я не хочу ни в коем случае сказать, что режим Лукашенко белый и пушистый, все делал правильно, потому что сейчас налицо очень важная вещь. Он идеологически провалился практически полностью. То есть ответных аргументов, какой-либо увлекающий людей, честных, волнующихся за жизнь страны, людей, которые осознают, что что-то не так, но, возможно, осознать полностью это, или там в деталях, там на теоретическом уровне не способны, официальная белорусская идеология ничего им дать не может. Она им может дать только определенным образом препарированный брежневизм. Сергей Михайлович, вы очень важный момент упомянули, на мой взгляд, не обязательно оценивать происходящие революции в позитивном ключе. Но тогда у меня следующий вопрос возникает. Когда мы наблюдаем за процессами, идущими в мире, как нам оценивать, исходя из каких критериев, оценивать происходящие процессы. Владимир Леонидович, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос? Ну, прежде всего, нужно сказать, что, конечно, как правило, почти все революции, почти все революционные события, настоящие революции, квази-революции, это, к сожалению, кровь. Это гибель, это гибель людей, это серьезные социальные потрясения, которые сказываются в последующем на протяжении ни одного поколения. Это нужно понимать. И даже если речь идет о позитивных последствиях в будущем, все-таки сам революционный процесс, как правило, очень редко бывает беспровным. Ну, вот мы помним, славная революция была в Британии, которая, по сути, ну, все-таки до этого была большая резня, нужно это признать. И славная революция всего лишь такой дворцовый переворот, фактически. А все основные события произошли значительно раньше социальной революцией британской. Поэтому нужно оценивать по, я совершенно с коллегой согласен, по тем изменениям социального и экономического строя, которые произошли в результате революционных действий. Что делать, секундочку, секундочку, но что делать, если изменений не происходит? Вокруг нас сейчас происходят драматические события, они действительно драматические. Как сформировать к ним наши отношения? Или нам не нужно к ним никак относиться? Нет, то, что происходит вокруг нас, это цветные революции, и их достаточно легко можно узнать. Они происходят по сценарию. В этом сценарии есть набор компонентов, который, в принципе, уже хорошо описан, и ясно, что это. Это сокровенные жертвы, например, это молодежь, как авангард протеста, это карнавализация процесса, то есть обязательное превращение революции в красочное шоу, иначе, собственно, картинка будет не очень красивая. Ну и так далее. Вот все эти элементы сценария цветной революции, они даже не то, что написаны шарпом, нет, но они уже хорошо изучены и в России, и за рубежом. И поэтому мы понимаем, какие процессы происходят. Можно даже предположить, где, в какое время произойдут новые процессы на постсоветском пространстве. Владимир Леонидович, спасибо. Сергей Михайлович, вы хотели добавить к этому вопросу? Да. Во-первых, я хочу сказать, что, опять-таки, если различать революцию, что называется настоящую, или давайте использовать термин социальной революции, то нужно иметь в виду две вещи. Во-первых, революция – это не просто момент смены власти, это процесс. Как раз потому, что изменить существующий порядок в обществе, социальный, экономический, одной сменой персоналей у власти просто невозможно. Поэтому, например, большевики в свое время совершенно нормально относились к тому, чтобы называть события октября 1917 года переворотом, потому что они считали, что революция – это не просто момент взятия власти. Взятие власти – это как раз переворот. А вот вся перестройка общества – эта революция, она идет не даже месяцами, а годами. И второй момент здесь крайне важный заключается в том, что революция, неминуемо разрушая, в том числе и, увы, с кровью, предшествующий порядок вещей, она созидает. Она создает новую систему управления, новую систему социально-экономических отношений. Любая успешная революция в итоге дает определенный культурный взрыв. Мы можем сравнить здесь и Великую Французскую революцию, несмотря на якобинский террор. Мы можем вспомнить культурный взрыв потрясающий совершенно 20-х годов, до сих пор, кстати, не до конца оцененный. Если же мы говорим о так называемых оранжевых революциях, обратите внимание, через некоторое время после… или цветных революций. Через некоторое время после их успеха мы имеем дело с атомизацией общества, с определенным разочарованием, с такой депрессивностью, когда многочисленные надежды, которыми это движение было определяемо, они растворились. Господа, ну вот смотрите, я понимаю, что вы говорите о том, что цветные революции само по себе явление навязанное технологично негативное, но проблема-то в том, что нас вынуждают каким-то образом на них реагировать, каким-то образом оценивать происходящее. Позволю себе такое предположение, что проблемой таких революций является часто размытое понятие победителя. То есть вот Венесуэлу мы упоминали уже, да, сейчас вот ситуация в Белоруссии, одна сторона назвала победителя, с одной стороны мы считаем, что Александр Лукашенко легитимный президент, признаем, но простите, вот правда, как дать оценку, где здесь правая сторона, где неправая, ведь мы будем сталкиваться с этими событиями снова и снова. Это очень важно. Ну давайте, Владимир Леонидович. Да, что здесь нужно иметь в виду? Как правило, подобного рода революции, цветные революции, начинаются заранее, создается инфраструктура информационная, организационная, и самое важное, обычно все-таки в качестве инцидента, это называется инцидент, вот, собственно, повод для революции, это выборы. Обычно выборы в редких случаях, как Евромайдан, используются какие-то иные поводы. А классический повод выборы, потому что можно сказать, что выборы, всегда можно сказать, что они сфальсифицированы. Так вот, тут, как правило, идет примерно в течение нескольких месяцев подготовительная работа, убеждение граждан своей страны и других стран, что выборы будут сфальсифицированы, что правды никакой не будет. И здесь это уже есть такой тревожный звоночек. Это раз. Второе. Все-таки, как к этому относиться? Мы должны относиться к этому очень спокойно. И, во-первых, мы должны быть готовы к подобного рода вещам в нашей стране. И для того, чтобы это не происходили, подобного рода процессы, мы должны, естественно, извлекать уроки из того, что происходит за рубежом. Владимир Леонидович, спасибо. У нас, к сожалению, ограничено все-таки эфирное время. Я прошу прощения, вынужден перебивать Сергея Михайловича. Но вот прозвучал крайне важный, прозвучал крайне важный тоже, на мой взгляд, момент выборы, которые всегда можно объявить сфальсифицированными. И действительно, ведь мы это видим на каждом шагу. Меня вот крайне сейчас беспокоит ситуация уже 3 ноября в США пройдут выборы. И там ситуация наколена до предела. Мы неоднократно ранее сталкивались с тем, что, ну это в открытых источниках, в печати, прямо в американской говорилось, что Джорджу Бушу, чтобы победить, нужна маленькая война. Там, ну вот, подобные вещи. А теперь мы вообще говорим чуть ли не об угрозе гражданской войны в ведущей мировой ядерной державе. Может быть, что-то у нас в механизме мировой демократии сломалось, что вот такие жуткие на самом деле вещи происходят? Ну, сломалось-то безусловно. Когда мы видим следы так называемой неолиберальной политики, которая заключается в том, что рынок якобы должен решать все, а невидимая рука рынка должна регулировать все возможные отношения в обществе, не только экономически. Когда мы видим политику, направленную на резкое сокращение социальных расходов, которая в результате ведет к тому, что богатые становятся богаче, а бедные беднее, то мы видим, что ломается та система послевоенной демократии в западных странах, в странах третьего мира ее в таком виде-то и не было, которая была основана на существовании так называемого социального государства или государства всеобщего благосостояния, всеобщего благоденствия. Это государство разлагается со времен Тетчера и Рейгана. Разлагается на Западе гораздо медленнее, чем в странах третьего мира, которым эта политика навязывалась в логике, как писала исследовательница Науми Кляйн, в логике доктрины шока, как в России это произошло в частности. Но последствия в целом близкие. Опять же, это самая атомизация, это облегчение манипулирования и так далее. И поэтому мы действительно видим в качестве результатов, долгосрочных результатов неолиберальных реформ и неолиберальных трансформаций деградацию социальной ткани в целом. Это очень важная вещь. Спасибо, спасибо. Владимир Леонидович, буквально в двух словах, очень коротко, иначе мы вывалимся из эфира. А перспектива есть ремонта этого государства всеобщего благоденствия или безрадостные все-таки нас ждут времена? Думаю, что я скептически отношусь к возможности ремонта. Хочу обратить внимание, что ведь социальное государство, оно было антитезой советскому государству. И вот эти два столпа, они развивались параллельно. И, в общем-то, развитие социального государства на Западе обуславливалось тем, что есть такое же государство в Советском Союзе. А сейчас другого полюса нет, и поэтому, да, все понятно. Да, поэтому, конечно, что будет, будет, но не сейчас. Огромное вам спасибо за этот разговор. Очень емко, очень понятно. Я думаю, наши телезрители, ну, как минимум, пищи для размышлений получили с избытком. Чтобы адекватно реагировать на происходящее, нужно не только знать, но и понимать, что происходит. Надеюсь, сегодня мы приблизились к такому пониманию. Это «Отражение». Меня зовут Дмитрий Лысков, и я не прощаюсь, я говорю «До свидания». Буквально через неделю увидимся в эфире. Будем искать в происходящем логику и смысл. Дмитрий Лысков, я говорю «До свидания». До свидания. До свидания. До свидания.